Продолжение следует... Если в прошлом выпуске обсуждались различные литературные проекты, то сегодня темой нашей программы стало влияние технического прогресса на мировоззрение писателя и читателя. Мы расскажем об электронных книгах, побываем на конференции, посвященной цифровому контенту, посетим вечер сюрреалистической поэзии, обсудим современную популярную литературу, узнаем о лауреатах новой Пушкинской премии, зачашка чая о философии литературы, ну и, конечно же, наш традиционный литературный календарь. Итак, начнем листать. Если во второй половине прошлого века они изобрели бы компьютер, то многие вопросы, связанные с изменением мировоззрения людей, даже не были бы поставлены. Компьютеризация общества подстегнула развитие технологий, которые и так уже эволюционировали более чем стремительно. А создание интернета довело информатизацию общества до высочайшего уровня. Сократились расстояния, раздвинулись границы общения, появились новые возможности для изучения окружающего мира, в том числе и литературного. Изобретение электронных книг и дало пищу для дискуссий современных филологов, литераторов, журналистов. Так с чего же начиналась трансформация книжных форм? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Постепенно проект расширялся, и к нему присоединились другие участники. До 1989 года все тексты набирались вручную. Затем стали использоваться сканеры и программы распознавания текстов. Проект Гутенберг существует и по сей день в виде некоммерческой организации. На конец прошлого года в его библиотеке было более 32 тысяч электронных книг. В нашей стране тоже появился подобный энтузиаст. В 1994 году программист Максим Машков создал интернет-библиотеку лип.ру. Она пополняется главным образом усилиями пользователей. Цифра в 30 тысяч книг, по данным Машкова, была превышена еще в 2006 году. Библиотека продолжает расти и сохраняет популярность. Сегодня в интернете тысячи онлайн-библиотек, платных и бесплатных, предоставляющих книги в разных форматах и на разные темы. В русскоязычной книжной поисковой системе более полутора миллионов проиндексированных файлов. Для сравнения, российская государственная библиотека имеет около 40 миллионов единиц хранения. Так что есть еще огромное поле для деятельности. Первый прообраз электронной книги появился в 1996 году, когда американская компания DEC выпустила прототип устройства, который сегодня получил бы название «планшетный компьютер». Гаджет предназначался исключительно для чтения электронных документов, имел сенсорный ввод и монохромный дисплей. Таким образом, уже на стадии разработки в устройство были заложены основные возможности, которые характеризуют современные электронные книги. Постепенно технические характеристики электронных книг модернизировались, дизайн улучшался. Сейчас их огромное разнообразие, появляются новые производители, идет постоянная гонка по улучшению характеристик экрана и применению инновационных технологий. С каждым годом увеличивается емкость аккумулятора и время автономной работы. Вместе с тем продолжается борьба между бумажными книгами и устройствами на электронных чернилах. Каков будет исход этой схватки, пока трудно предсказать. Но одно понятно. Развитие технологий приведет к повышению качества и комфорта чтения. При общении у широких слоев населения к процессу получения новых знаний. А это само по себе не так уж и мало. Сохранение электронной информации – это новая серьезная проблема, встающая как перед Россией и другими странами, так и перед каждым человеком в отдельности. Экспоненциально растут объемы данных, увеличивается многообразие форматов, типов и видов цифровых объектов. Быстро сменяются технологии и программное обеспечение. Для сохранения информации на бумаге и других аналоговых носителях во всех развитых государствах мира сформирована разветвленная инфраструктура, состоящая из универсальных и специализированных библиотек, архивов, музеев, центров научно-технической информации и многих других подразделений. Однако в России не только не сформирована подобная структура, но даже нет понимания того, что ее нужно создавать. Эта тема как раз обсуждалась на Всероссийской научно-практической конференции «Сохранение электронного контента в России и за рубежом. Философские, политические и экономические аспекты». Специалисты обсуждали возможные пути формирования политики долгосрочного хранения данных. И это лишь первый шаг к созданию в России структуры сохранения цифровой информации. Комитет Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике под эгидой ЮНЕСКО организовал Всероссийскую конференцию. На повестке дня вопросы государственной поддержки усилий по сохранению фондов электронной информации. Парламентарии, руководители крупнейших библиотек, центров научно-технической информации, музеев, архивов, издательств и средств массовой информации предметно рассмотрели проблемы сохранения для будущих поколений информации на электронных носителях. Они обсудили вопросы формирования стратегии долгосрочного хранения существующей сегодня информации в электронной форме и развития профильного законодательства в этой сфере. Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике Людмила Нарусова подчеркнула, что законодателям чрезвычайно важно определить пути дальнейшего развития действующей правовой системы, которая была бы адекватно возникающим проблемам. А при использовании цифровых технологий, по ее словам, возникают в том числе и проблемы соблюдения авторского права. Растет поток электронных публикаций, справочная, учебная литература создается в электронном формате. Периодические издания имеют свои версии, которые часто не совпадают с печатными. В ходе дискуссии отмечалось, что в последнее время активизировалась работа по созданию столь нужного информационного ресурса, как государственный каталог Музейного фонда России. Эксперты подчеркивали при этом обязательность установления тщательных критериев отбора информации для сбора и хранения. Важно обращать внимание на необходимость выработки национальной концепции сохранения цифровых ресурсов, которая бы определяла, кто сохраняет, как и зачем. Мы должны научиться пользоваться тем контентом, который создают для нас или собирают для нас, например, агрегаторы контента, ЭБС, научиться внедрять это в наши электронные каталоги. На заседании были затронуты вопросы информатизации библиотечного дела и, в частности, обеспечения библиотек доступом к интернету. Специалисты настаивали на дополнении действующего законодательства такой нормой. Тенденция, во всяком случае, мне кажется, сейчас хотя бы сохранить то, что еще осталось. Хотя программа «Максимум», конечно, сделать это и общедоступной, и информационно-прозрачной. Необходимо предпринимать срочные меры на уровне политики и практики. Обеспечив надежную передачу информации от человека к человеку, от поколения к поколению, мы сможем избежать наступления так называемого темного информационного века и забота о сохранении электронной информации должна начинаться уже в момент ее создания. Безусловно, создание электронных книг повлияло на обстановку на книжном рынке. А цифровка текстов позволила пользователю практически в любой точке мира получить доступ к любой информации. Однако развитие технологий привело и к тому, что литература получила новые возможности для интеграции в другие виды искусства. Появилась в видеопоэзии «Авангард» различного вида инсталляций и перформансы, сопровождающиеся чтением стихов или прозы. Поэтому поэтам и художникам приходилось искать новые пути для выражения своего внутреннего мира. Сегодня библиотеки пытаются изо всех сил сохранять статус культурных центров, проводя различные мероприятия. В информационном интеллект-центре в библиотеке номер 22 прошел вечер сюрреалистической поэзии, на котором побывала наша съемочная группа. О необычном в нашем привычном мире расскажем прямо сейчас. Сюрреалистический взгляд на жизнь и по сей день считается нестандартным путем к самовыражению. Восприятие мира рождается где-то на грани сна и реальности. Поэтому в искусстве такой синтез всегда актуален. Не все знают, что сюрреализм возник прежде всего как поэзия. Анна Черенкова, сама поэтесса, автор нескольких сборников стихов, на встрече с любителями поэзии обратилась к чтению классики сюрреалистической лирики. Это Федерико Гарсия Лорко, Марк Стрэнд, Кеннет Фиринг, Фрэнк Ухара и другие. Во дворе через дорогу стоял снеговик. Он держал помятую крышку от мусорного бака, похожую на сумасшедшего английского короля Эдуарда Третьего. Французский писатель Андре Бреттон давал такое определение сюрреализму. Чистый психический автоматизм, имеющий целью выразить или устно, или письменно, или любым другим способом реальное функционирование мысли. Именно таким и сегодня публика воспринимает творчество сюрреалистов. Воплощение под пером мысли, вне всякого контроля, со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений, пожалуй, это то, что делает эту поэзию яркой и оригинальной. Много лет спустя сорвал букет поцелуев с губ ее и поставил в вас у цвета зари, что в груди. Но не зря так ждал я, ведь я ее любил. Среди критиков такого рода творчества немало тех, кто увидит в нем бессмыслицу и каламбур. Но если разобраться во всех словосочетаниях и образах, которые они несут, смысл обнаружится без сомнения. Порой он наиболее яркий и правдивый, чем даже в классических стихах, написанных по законам Ямба и Хорея. Это очень интересный виток современного и вообще искусства поэтического. И, конечно же, она занимает большую нишу во всем пласте литературы. И очень хочется, чтобы, так сказать, поколение наше ее хотя бы немножечко было с ней знакомо. Самый расцвет сюрреализма приходится на 20-е годы прошлого века. Однако сейчас это направление искусства вызывает невероятный интерес у тех, кто мысль не заштамповано. В этой поэзии одновременно уживается и вольнодумство, и ханжество, и снобизм, и дерзость. При этом стихи наполнены удивительной искренностью. Презерение рационализма и поиск вечной любви, истинного совершенства — это то, без чего не может существовать лирический герой сюрреалистической поэзии. Спустя почти столетия сюрреалистов читают и почитают. И главное — это живое течение литературы, потому что оно набирает поклонников, которые понимают смысл поэзии и сами пытаются творить и создавать на бумаге свой сюрреалистический мир. Популярная литература, направленная на массового читателя, как нельзя ярче отражает тенденции, которые являются наиболее яркими в современном обществе. Какие произведения интересуют людей? Какие авторы являются властителями дум? В Москве в магазине «Библиоглобус» прошел третий международный форум, посвященный современной литературе, в рамках которого проводились встречи с различными авторами и литературоведами. Организаторы старались приглашать писателей, создающих произведения в наиболее популярных жанрах. А посетители могли открыть для себя что-то новое, порой даже в хорошо забытом старом. В последние годы научно-популярная литература на российском книжном рынке становится все более востребованной. При этом предпочтение отдается авторам, которые занимаются именно наукой. Пусть книга будет изложена художественным языком, практически как роман, но для читателя прежде всего важна достоверность фактов. Историческая литература – одна из самых востребованных направлений в научно-популярной публицистике. Дмитрий Михайлович Володихин – историк, писатель-фантаст, литературный критик, автор более 400 научных и научно-популярных работ, встретился с читателями и представил публике свои новые труды. Больше всего писатель любит творить жанры биографии, поскольку порой очень полезно окунуться в прошлое, в жизни тех людей, кто когда-то творил нашу историю. Их пример порой сильнее воздействует на умы, чем современники. Прошлое выглядит как нечто великое, настоящее как нечто мелкое и ничтожное. Ну что тут поделаешь? Ну, такова наша эпоха. Может быть, это и неплохо, что у нас хотя бы прошлое великое. Самым интересным в литературе Дмитрий Михайлович считает не взаимоотношений людей, поскольку, по сути, они повторяются на протяжении многих поколений в разных вариациях. А отношения человека и Бога, человека и неба, и те ощущения, когда человек поднимается к чему-то более высокому, чем наша обыденная жизнь. Именно этот аспект жизни исторических героев больше всего привлекает писателя. Каждой судьбе можно извлечь не только социальное окружение человека, не только атмосферу эпохи, можно приглядеться к глубинам его души. У человека, который ничем не прославился, малоизвестен, невозможно прочитать глубины его души. А у человека, известного, все на виду, он раскрылся. Душевное обнажение, показ глубоких трюмов человеческой личности очень интересен и извлекателен. На этот раз автор представил свои книги про митрополита Филиппа, царя Ивана Грозного и его сына Ивана. Причем историк не согласен с необъективным стереотипом, что касается сложности личности Ивана Грозного. Он ярок, но о сложности я бы говорить не стал. Гораздо сложнее было разобраться с его сыном Федором Ивановичем. На нем лежит клеймо сумасшедшего, слабоумного человека. А вглядываясь в его судьбу, читая отзывы современников о нем, я начал понимать, что это скорее не сумасшедший, а блаженный. В своих книгах Дмитрий Володихин всегда пытается передать жизнь как притчу, но ничего не домысливая, основывая свои выводы на подлинных исторических источниках, летописях тех времен. Важно отражать объективную реальность. Ведь люди, читая подобную научно-популярную литературу, ищут некие нравственные ориентиры, образцы и идеалы, которые среди современников найти порой очень сложно. Литературные премии также отражают развитие различных процессов. Новую Пушкинскую премию очередили в 2005 году фонд Александра Жукова, Государственный музей Пушкина и Государственный музей-заповедник Михайловская. Первым лауреатом новой Пушкинской премии в 2005 году стал исследователь русской и западноевропейской литературы Сергей Бочаров. Впервые в истории творческих поощрений в России новая Пушкинская премия предусматривает гранты на двухнедельное проживание в заповеднике Михайловская. 26 мая, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина по старому стилю, в Государственном музее писателя прошла торжественная церемония вручения новой Пушкинской премии 2012 года. Совет премии под председательством писателя Андрея Битова назвал имена мастеров слова, ставших лауреатами нынешнего года. Новая Пушкинская премия вручается за творческий вклад в развитие отечественной культуры. Под звуки камерного оркестра в Государственном музее имени Пушкина состоялась торжественная церемония награждения лауреатов. По словам членов жюри, при своем выборе кандидатов на премию они прежде всего ориентировались на уважение к читателю, чтобы предлагать ему ту продукцию, на которой можно научиться читать. Первая премия за совокупный творческий вклад в отечественную культуру. Ее присудили московскому поэту и издателю Владимиру Салимону. Пробовать перо Салимон стал еще в 13 лет, но первый сборник стихов выпустил в 30, за это время успев поработать и школьным учителем, и лесничем. Сейчас он автор 15 сборников, а критики говорят о нем как о последователе позднего Пушкина и Фета, созерцателе, который во всем видит глубокий подтекст. Его творчество настолько разнообразно, что трудно выделить какую-то определенную тенденцию. Тем не менее, автор имеет удивительную способность соответствовать собственному стилю. И сам признается, что воспитала этот талант наше богатое литературное достояние. Ну мы же находимся в музее Пушкина. Вот это мой ориентир. Это мой главный ориентир. Александр Сергеевич Пушкин. Вторая премия за новаторское развитие отечественных культурных традиций вручена молодому прозаику из Киева Аде Самарко, автору журналов «Новая юность» и «Октябрь». Новаторская проза писательница становится благодаря попытке использовать язык классический, сложный, но доступный. При этом эксперимент состоял в том, чтобы привнести классику в современные реалии жизни. По словам писательницы, несмотря на моду, существуют незыблемые вещи, красивые и вечные. Среди них наш богатый русский язык. Я действительно пыталась осветить какие-то моменты духовные, культурные, о чем-то таком вот вечном, что почему-то считается таким скучным, если подойти к современному какому-то, я не знаю, выпускнику, но не буду говорить про культуру, там вроде разное есть. Но что-то такое, что считается скучным. По решению Совета премии специальным дипломом за музейный подвиг отмечен Геннадий Апарин, хранитель усадьбы Пирогова, филиала музея-заповедника Льва Николаевича Толстого, Ясная Поляна. Главная заслуга в установке в Пирогове памятника погибшим на всех кавказских войнах и последнему произведению Толстого Хаджи Мурат. Памятник так и назвали, памятником репейнику. Я уже много лет занимаюсь захоронением Хаджи Мурата. Так случилось, что вот 160 лет, а он до сих пор полностью не захоронен. Останки его покоятся недалеко от азербайджанского города, за каталой, а голова его хранится в фунцкамере, в музее этнографии и антропологии Непетра Великой в Санкт-Петербурге. И я еще не работаю в музее, группа, инициативная группа из Тульской интеллигенции. Мы решили помочь Дагестану полностью захоронить их национального героя. В разные годы лауреатами Пушкинской премии становились Антон Павлович Чехов и Иван Алексеевич Бунин, Фазили Скандер и Виктор Астафьев. С 2005 года номинантов отбирает Совет Учредителей премии. Однако главное слово за читателем. Впрочем, путешествие произведений лауреатов началось символично. Под музыку известного композитора, современника и друга Пушкина, Дмитрия Владимировича Ленивитинова. Создание компьютеров не только дало обществу новые возможности для развития, но и позволило научной фантастики совершить огромный скачок. Одно за одним создавались произведения, которые вскоре были признаны классикой. Словом, развитие технологий изменило привычный мир. Коснулось это и восприятия литературных произведений. Информационный человек по-другому смотрит на окружающий мир. О философии литературы, о тех изменениях, которые произошли под влиянием технического прогресса, в беседе с «Зачешкой чая». Сегодня в гостях у нашей программы филолог, литературный критик Данила Давыдов. Добрый день. Добрый день. Изобретение компьютеров подтолкнуло человечество к сильному и стремительному развитию информационных технологий. Дало ли это что-то литературе или наоборот разрушило привычный ход развития писательского мастерства? Дело в том, что здесь есть несколько аспектов. Если говорить о самом писании как таковом, собственно, о процессе писания текста, то мне кажется, что, как ни странно, почти не изменило. На заре существования всяких сетевых технологий, по крайней мере у нас в стране, я не могу судить про весь мир, они не настолько в теме, но в России совершенно точно, была такая утопия, что вот сейчас возникнет совершенно какой-то новый литературный процесс. который будет существовать в сети, который будет совершенно иначе устроен, нежели бумажный, устный и так далее. Даже возник термин «ситература», по-моему, мертворожденный, который немножко забыт уже сейчас. И были проекты разные. Например, проект филолога и активного блогера Лейбова, который назывался «Роман». Это попытка была написать интерактивный роман, который сразу писало много людей, и по гиперссылкам создавались разные ветвяющиеся сюжеты. Но в сущности это уже было предугадано до всякого интернета, до всяких компьютеров, Борхесом его рассказали с отрасходящихся тропок. Так что здесь, опять-таки, ничего нового придумано не было. Более того, этот эксперимент остался чуть ли не единственным, и, по крайней мере, единственным, который остался запомнен. В конечном счёте, меняется не само письмо и не сама структура текста. Меняется какой-то быт литератора, меняется какая-то организация литературная труда, и в первую очередь меняется читательская реакция, и, конечно же, меняется рынок книжный и литературный. Вот эти вещи, которые, в сущности, вторичные и побочные по отношению к литературе как таковой, они меняются довольно сильно. Однако читатель существенно изменился, у него появилась возможность оперировать огромным количеством информации. Стал ли он от этого более требовательным к литературному произведению? Мне кажется, что если это касается, скажем так, СМИ, очевидно то, что вы говорите, да, то есть действительно в ситуации свободной конкуренции СМИ и, так сказать, официальных и сетевых, да, сетевые, безусловно, побеждают как более свободные, более объективные и, в конце концов, более разнообразные. Что касается именно художественной литературы, литературы там научной, в общем, не думаю. Я думаю, что всё равно люди всегда примерно представляют, чего они ищут, так сказать, хотя бы интуитивно, хотя бы, так сказать, подсознательно, да, и всё равно они это будут находить в книге или в электронном реверии, да. Из того, что у многих мне знакомых, там, молодых интеллектуалов, дома просто ни одной книги не стоит, это не означает, что они стали читать меньше, но это не значит, что они стали читать больше. Они читают ровно столько же и примерно то же самое, на самом деле, просто в электронном виде. Здесь ещё один важный аспект есть. Это аспект, связанный с действительно новыми жанрами, которые всё-таки к литературе не совсем отнесёшь, которые находятся между литературой и СМИ. Они вот действительно являются некоторой новой формой, но они существуют параллельно с традиционными формами, да. Это вот эти все системы ЖЖ, блогов, социальных сетей и так далее, и так далее, да. И даже твиттер, который тоже может быть вполне эстетическим делом, так сказать, да. То есть непонятно, что это действительно личный дневник или художественный проект или просто средства массовой информации. У всех по-разному, да. Но, по крайней мере, встречаются такие парадоксальные ситуации, когда человек ведёт там блог, да, а потом его печатают в виде книги. То есть всё равно книга пока остаётся, ну, таким, знаете ли, более престижным предметом. То есть более удобным являются электронные средства, но более престижным является книга. Сегодня бытует мнение о том, что человек не способен воспринимать объёмные и глубокие тексты. В частности, некоторые издатели и литераторы полагают, что люди привыкли к формату записи в журнале электронном, в блоге и так далее. Особенно, что касается молодёжи. На ваш взгляд, так ли это? Здесь двоякая история. Это так или не так, да. С одной стороны, действительно, есть тенденция, но это тенденция всего XX века, и электронные технологии, сетевые технологии здесь скорее следствия, чем причина. Да, есть момент, связанный с сокращением информационных, так сказать, блоков, да, и текстуальных блоков вообще, с вообще сжатием информации, да. То, что там для писателя XIX века роман, то рассказ, то для нас роман уже, так сказать, в некотором смысле, да. У Александра Солженицына, который всё-таки, хоть и более-менее наш современник был, но человек ориентированный, безусловно, на классику, да, у него знаменитый текст «Один день Ивана Денисовича» назван рассказом. Сейчас бы любой, ну, молодой или даже средних лет писатель назвал бы это романом, да, текст 90 страниц, так сказать, да. Вот, ну, условно 90, не помню, ну, плюс-минус. То есть есть такая тенденция, ну, она связана, действительно, с фрагментацией, о которой писал ещё в десятые годы Розенов в своей рецензии «Нашество», так сказать, да, к тому, что именно фрагмент, именно некоторое обырочное суждение сейчас является более подлинным, более глубоким, нежели развернутый, так сказать, такой нарративный, нарративное проуставание. Другой делал, что это накладывается на вообще разрушение словесной культуры как структуры, образующей, да, на появление, скажем так, визуальной культуры как альтернативы, да, и, соответственно, текст тоже подстраивается под эту визуальную фигуру, под клиповое сознание, под флэш, так сказать, и так далее, и так далее. Но я бы не стал тоже из этого делать трагедии никакой. Это просто некая трансформация опыта. Я не думаю, что изменяется глубина, я думаю, что изменяется просто оформление этой глубины. А изменилась ли под влиянием информатизации общества профессия писателя? Может быть, какие-то новые возможности добавились, а привычные какие-то аспекты, наоборот, канули в лето? Ну, в разной профессии по-разному, просто где... То есть профессия литературы же очень широкая профессия, мы понимаем, да? У журналиста она меняет специфику работы принципиально, у поэта она меняет, скажем, ну, дает, скорее, новый материал. Вот представьте себе, да, ну, появляются сейчас стихи, там, включающие в себя смс-ки, там, какие-то твит-записи и так далее, и так далее. Ну, ничем не отличается от того, что происходило, там, на грани 19-20 веков, когда появились в стихах, там, автомобиль, трамвай, электричество и прочее, да, тоже воспринималось, как некая девальвация смысла и ценностей, да, мы почему-то теперь считаем, там, заблудившийся трамвай Гумилёва абсолютной классикой, да, то есть это просто некое включение нового материала, да, ну, и плюс еще возникает, действительно, новый виток возможности общения с коллегами, так сказать, ровесниками и старшими, там, и младшими, и так далее, и так далее, по всему миру. Действительно, те возможности, которые просто отсутствовали, там, у других поколений поэтов, да. Что касается людей, которые пишут крупную прозу, ну, здесь действительно есть некоторые проблемы, да, связанные с тем, что, ну, издатели до сих пор по старинке и по некой консервативности собственного мышления считают, что романы есть в самый форматный жанр, но это, опять-таки, не очень надолго, как мне кажется, да, действительно, вот эти фрагментаризации текста сейчас оказываются более актуальны, что ли. А это, и насколько это быстро произойдет, насколько это быстро, так сказать, станет главенствующим трендом, зависит от того, насколько быстро развалится система книгопечатания, да, что называется, и долгих лет жизни, но это некто объективный процесс. Продолжая эту тему возможностей для современного писателя, общения, публикации и так далее, сегодня автор подстраивается под вкусы читателя, да, или, наоборот, имеет возможность, учитывая легкость в каких-то случаях публикаций, записей в блоге, имеет возможность четче и качественнее формулировать свою мысль, но как минимум за конкуренцию. Ну, не то и другое. То есть, с одной стороны, да, есть проекты, которые, очевидно, направлены на раскрутку, там, какие-нибудь многотысячники, там, блогеры, да, которые, ну, явно хотят отвечать аудитории, так сказать, ее вкусам, да, ну, как правило, это все-таки такие паралитературные вещи, а не литературные, собственно. С другой стороны, наоборот, возникает больше пространства выбора не только у читателя, но и у самого писателя. Ну, вот не любят меня эти, другие полюбят, зато они раньше, вот, у меня книжка была тиражом 300 экземпляров, я бы никто не увидел, потому что она в двух магазинчиках в Москве продается. А так, внезапно, какая-нибудь девочка, там, из Рюпинска, открывает, ей понравилось, так, она пишет, там, письмо. И внезапно, возникают какие-то сполохи внезапно, вот я внезапно обнаружил в сети, это мой любимый автор, я его, знаете, не знаю, он такой клевый. То есть это тоже взаимообразный процесс, который зависит просто от разных стратегий автора самого. В современном обществе встает вопрос сохранения статуса культурных центров для библиотек. На ваш взгляд, этот статус для библиотек сохранится или уйдет в прошлое? Смотри, какие библиотеки, там, такие библиотеки, как, я не знаю, там, РГБ, там, или Щедринка, там, да, если у нас, брать, там, британский музей, там, библиотека Конгресса, библиотеки больших университетов, да, они, конечно, будут всегда, потому что это такая, ну, запрещенная к уничтожению культурная ценность, которая в любом случае будет, что называется, пока не придут варвары и не сожгут, как с Александрийской библиотекой, да, и то вряд ли, что называется. А библиотека такая районная, она уже давно не является культурным центром. Да, есть некоторый контингент населения, которое до сих пор, так сказать, ходит в библиотеки. Я, надеюсь, не буду сжигать никакой социальной розни, скажу, что основной этот контингент – это не молодая провинциальная интеллигенция, которая, там, читает толстые журналы на бумаге, потому что все молодые литераторы читают, безусловно, журнальный зал, а не сами толстые журналы в бумажном виде. Тиражи их неизменно будут сокращаться, пока они кончательно перейдут в электронные здания. Но, опять-таки, если это не будет искусственно сохраняться, там, государством или институциями в качестве, опять-таки, некой такой реликтовой ценности. Ну, вот продолжая тему оцифровки литературы, может быть, есть смысл оцифровать современные книги или книги прошлого, ну, в частности, что касается научной литературы, публицистики и так далее, и отказаться от хранения большого количества томов. Ну, я не говорю, может быть, о тех экземплярах, которые хранятся с 15-16 веков, все-таки сама по себе книга в те времена была произведением искусства. Но то, что появляется в больших тиражах сегодня, может быть, имеет смысл сохранять отсканированный вариант книги и не занимать огромное количество площадей, которые сегодня никто или малое количество народа посещает, и оставить только цифровые библиотеки, которые могут дать информацию огромному количеству людей в любой точке шара. Вы понимаете, если говорить о действительно такой технической литературе, то, наверное, это было бы правильно. Но, понимаете, здесь есть некоторые культурные запреты. Уничтожать книги не принято, так сказать, и вы понимаете, с какими вещами это ассоциируется. Поэтому на это просто никто не пройдет, ни на Западе, ни у нас. То есть они будут себя гнить спокойно, как гниют даже в Ленинке, так сказать, в подвалах книги не разобранные. Там их будут списывать потихоньку, так сказать, тихой сапой. Ну, чтобы радикально отказать, вот мы все перевели в электронный вид, сейчас пойдем утилизируем, так сказать, да, превратим там, я не знаю, в портянки. На это вряд ли кто-нибудь пройдет. Хотя, конечно, элементы разумности в этом есть. Другое дело, что опять-таки, ну, мы не знаем, как развернется цивилизация, да, и вот от каких-то таких, еще раз говорю, интегральных, больших экземических книгокранических отказывается я ни в каком случае, и в том числе от хранения книг второстепенных, ненужных никому и так далее, и так далее, потому что мы не знаем, что, как все развернется, и что ненужное окажется нужным. История человечества показывала многократно, как иногда все переворачивалось ног на ногу, да. Кто-то мог подумать в начале 19 века, что как чудак-бэбидж с его братской машинкой оказывается изобретатель компьютера, так сказать. Благодарю вас за интересную беседу, за то, что стали гостем нашей программы. Всего доброго. Вам спасибо, всего доброго. 6 июня 1880 года в Москве в связи с открытием памятника Александру Сергеевичу Пушкину на Тверском бульваре прошел Пушкинский праздник. В нем участвовали Московская интеллигенция, делегации из Петербурга и других городов страны, писатели и общественные деятели. Организаторами торжеств были Общество любителей российской словесности, Московский университет и Московская городская дума. Начался праздник открытием Пушкинской выставки в помещении благородного собрания и приемом представителей общественности в зале городской думы. О других событиях и людях в нашем литературном календаре. 30 мая 1862 года родился Константин Михайлович Фофанов, русский поэт, отец поэта-эгофутуриста Константина Константиновича Фофанова. 31 мая 1837 года родился русский писатель Николай Васильевич Успенский, последователь критического реализма. В этот же день, в 1892 году, появился на свет русский писатель Константин Георгиевич Бустовский. А в 1899 году родился Леонид Максимович Леонов, русский писатель, автор произведений Евгения Ивановна, Барсуки, Волк, лауреат многих премий. 1 июня 1920 года родился русский советский поэт, переводчик Давид Самойлов, урожденный Давид Самойлович Кауфман. 1 июня 1929 года в Советской России был объявлен библиотечный поход, призванный способствовать оживлению деятельности библиотек, привлечению в них крестьян, рабочих и молодежи. 2 июня 1842 года была издана поэма Николая Васильевича Боголя «Мертвые души». 2 июня 1932 года родился Ярослав Кириллович Голованов, советский и российский журналист, писатель и популяризатор науки, автор 20 книг, более 1200 газетных и 160 журнальных статей. А в 1937 году в этот же день родилась поэтесса Юна Петровна Морец. 3 июня 1796 года родился Михаил Александрович Дмитриев, русский поэт, критик, переводчик и мемуарист. 3 июня 1965 года в Москве у Красных Ворот открыт памятник Михаилу Лермонтову, работы скульптора Исаака Давидовича Бродского. Этот памятник – тот самый мужик в пиджаке, о котором идет речь в известном фильме «Джентльмены удачи». 4 июня 1821 года родился Павло Николаевич Майков, русский поэт, член-корреспондент Петербургской академии НАУ. 5 июня 1896 года родился Михаил Павлович Алексеев, русский литературовед, исследователь русской и западноевропейской литературы. 5 июня 1965 года Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы величайшему из современных русских стихотворцев – 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа. Так писали в английской печати. А в 1999 году, 5 июня, сборная России по футболу одержала сенсационную победу над чемпионами мира сборной Франции на стадионе Стаде Франц в Сен-Дени со счетом 3-2. В газетах эту победу назвали «Приветом потомкам Дантеса» от потомков Пушкина. Ну вот, на сегодня пролистали все. Но помните, встречу с любой книгой, бумажной или электронной, как и с нашей программой, откладывать не стоит. И ровно через неделю мы вам вновь расскажем о событиях и людях, новинках и классике. Вместо встречи – телеканал «Просвещение». Встретимся и полистаем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»